Здравствуйте, уважаемые коллеги! Hello, dear colleagues! Вас приветствует компания VidaPulse. VidaPulse Company is glad to greet you all here today. И я врач компании, кандидат медицинских наук Арчибасова Елена Алексеевна. My name is Elena Archibasova and I am PhD and a practitioner of VidaPulse Company. Сегодня вебинар будет посвящен анализу результатов диагностики на АПК VidaPulse и рекомендациям. Our today's webinar will be devoted to the analysis of the VidaPulse results and giving recommendations on the basis of assessments. Итак, к нам на прием обратилась пациентка. Как видим из представленных данных, это женщина в возрасте 60 лет, среднего телосложения, рост и вес указаны на информационной карте. As far as you can see, it's a female and she is 60 years old. You may see also her height and height here. Пациентка обратилась с жалобами на слабость, утомляемость, тошноту, тяжесть в эпигастре, по-другому это называется боль под ложечкой, боль проявляется на голодный желудок. При приеме пищи боль становится меньше. При диагностике на АПК VidaPulse оцениваем основные индексы. Первый индекс, на который мы обращаем внимание, это индекс стресса. Как видим, показатель индекса стресса составляет 175 и входит в зеленый коридор. Что является проявлением широкого коридора нормы. Сопоставим этот индекс с индексом цены адаптации. Как видим, он составляет 44%. И также является показателем относительной нормы. Что свидетельствует о том, что процессы траты и восстановления энергии сбалансированы. Следующий индекс – это индекс морфо-функционального состояния. Следующий индекс – это индекс морфо-функционального состояния. Который оценивает показатель здоровья и работоспособности. Этот показатель попадает в средний коридор и составляет 65%. Что говорит об относительно нормальном показателе здоровья и средней работоспособности. Последний индекс, который мы оцениваем – это индекс скорости биологического старения. Этот индекс оценивает соотношение двух процессов – процессов возбуждения и торможения. Этот показатель составил 5,7 единиц и находится в красном коридоре. Это отличается от показателей нормы и свидетельствует о том, что у данной пациентки преобладают процессы возбуждения. Следующая вкладка – это вкладка спектрального анализа. Которая оценивает роль механизмов в регуляции работы организма. Итак, оцениваем показатель ТП – Total Power. Который отражает запас жизненных сил организма, его адаптационные возможности. Данный показатель в норме составляет от полутора до трех тысяч. Нормально, он находится между 1500 и 3000. У нашей пациентки показатель составил практически 1400. Нормально, что ниже, чем средний показатель, но это снижение не является катастрофически низким. Это низко, чем обычная норма, но в то же время ничего важного. Это не очень низко. Регуляторные механизмы, которые оценивают спектральный анализ – это проявление показателей вегетативной нервной регуляции. Которые включают в себя показатели симпатического отдела вегетативной нервной системы, что представлено волнами красного цвета. И относятся к показателям низкочастотного диапазона. Соответственно, табличные данные отражают нам показатели низкочастотного диапазона и отображаются в абсолютных величинах. Следующий отдел вегетативной нервной системы – это парасимпатический отдел, который представлен волнами зеленого цвета. Данная регуляция регистрируется на высоких частотах. Что также в таблице отображается в абсолютных значениях. Также вы можете видеть абсолютные вегетативные вегетативные. Следующий вид регуляции, который представлен синим цветом – это показатели нейрогуморальной регуляции. Данный вид регуляции попадает в очень низкочастотный диапазон. И также отображается в абсолютных значениях. Показатели влияния регуляторных механизмов. Распределены в процентном соотношении относительно друг друга. И это соотношение отображено на диаграмме. Где мы видим, что среди механизмов регуляции преобладает влияние симпатического отдела вегетативно-нервной системы. Это говорит о преобладании процессов возбуждения и мобилизации активности над процессами торможения. Роль центрального звена в регуляции находится в пределах нормы и не превышает 30%. Соотношение симпатического отдела вегетативно-нервной системы к парасимпатическому. То есть соотношение процессов возбуждения к процессам торможения. Выражено дробью. И это соотношение составляет 5,7. Это значение мы наблюдали, когда рассматривали индекс скорости биологического старения. Данный анализ подтверждает, что среди механизмов регуляции выражены процессы возбуждения. И это позволяет предварительно думать о том, что данная пациентка относится к представителям ПИТА типа конституции. Следующая вкладка гистограмма. Обратим внимание, что сама гистограмма смещается влево. Это является признаком тахикардии. И мы видим, что частота сердечных сокращений составила 89, что больше, чем среднее значение нормы. Однако, обращая внимание на основание гистограммы, которая является разностью между максимальным показателем RR-интервала и минимальным показателем RR-интервала. Это разница выражается в показателе MXDMN. И составляет 185. Что является совершенно нормальным показателем, так как среднее значение его 150-250. Другими словами, этот показатель отображает вариабельность ритма сердца. Следующий показатель – амплитуда моды. Следующий показатель – амплитуда моды. Который составил практически 44%. Что является также нормальным показателем. Это также нормальным показателем. Сочетание двух показателей вариабельности ритма сердца и амплитуды моды. Отображается в интегральном показателе индекс напряжения или индекс стресса. Который составляет 175. И этот показатель мы наблюдали во вкладке «Индексы», когда оценивали стресс-индекс. Исходя из того, что мы увидели, мы можем сделать вывод, что у данной пациентки относительно выражены адаптационные возможности, несколько преобладают процессы возбуждения. Вкладка «Баланс» подтверждает наше предположение о том, что данная пациентка является представительницей питотипа конституции. Для представителей питотипа конституции очень характерны заболевания в целом воспалительного характера. А также заболевания желудочно-кишечного тракта. Следующая вкладка, которую мы оцениваем, это вкладка «Атлас» и «Меридианы». Вначале анализируем вкладку «Атлас». В этой вкладке отображена функциональная активность систем, показатели их нормы и отклонения от нормы. В первую очередь обращаем на те системы, которые программа выделяет красным цветом. Это говорит о том, что данная система находится в состоянии выраженного напряжения и в данном органе преобладают процессы воспаления и процессы очень явно выражены. Те органы, которые попадают в желтый цвет, Это, как правило, свидетельствует о том, что функциональная активность этих систем снижена. Но хочется сказать, что прежде всего обращаем внимание на то, что попадает в красный цвет, так как это говорит об остроте процесса. Однако по вкладке «Атлас» мы не имеем права поставить конкретный диагноз. Мы оцениваем только функциональное состояние, энергетическое состояние данного органа. Конкретный диагноз имеет право поставить только врач, имея все результаты исследования. Прежде всего, морфо-функциональное исследование, в качестве которого можно провести пример ФГС. Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Оценивает энергетически-функциональное состояние органа. Оценивает энергетическое состояние органа. Плюс, учитывая факторы по другим вкладкам. Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Данные анамнеза и жалоб пациентки. Может дать определенные рекомендации. И в целом дать рекомендации по изменению образа жизни. Исследователь, работающий на АПК «Видопульс» Более подробную характеристику состояния организма мы оцениваем, рассматривая вкладку «Меридианы». Меридианы оцениваются по стуббальной системе условных единицах. Те меридианы, которые попадают в ярко-красный цвет В нашем примере это третий меридиан, меридиан желудка. А также те меридианы, которые попадают в желтый цвет. Что свидетельствует об истощении энергетического потенциала. Являются двумя крайними состояниями. И это состояние мы уже видели во вкладке «Атлас». Однако во вкладке «Меридианы» мы можем провести более детальный анализ. Давайте обратим внимание на состояние восьмого меридиана. Это меридиан почек. В целом контролирует состояние водно-солевого обмена. А значит, объем жидкости в организме. А также обратим внимание на меридиан 9. Это меридиан перикарда. Меридиан, который контролирует работу сосудистого звена. В целом состояние тонуса сосудистой стенки. И сочетанность этих факторов. С одной стороны, объемные процессы. А с другой стороны, сосудистый тонус. А значит, сопротивление току крови, который оказывает сосуды. Наводит нас на мысль о том, что у данной пациентки есть изменение регуляции артериального давления. Опять конкретно поставить диагноз мы не можем. Это может быть как гипертония, так и гипотония, а также проявление вегетососудистой дистонии. Итак, на первом месте мы видим проблемы, связанные с функциональной активностью желудка. И в целом функции пищеварительной системы. А также выявили возможные нарушения регуляции артериального давления. Следующая откладка Нидана. Нидана субдоша. В первую очередь обращаем внимание на состояние тех субдош, которые попадают в состояние напряжения. Клидака-капха находится в выраженном состоянии напряжения. Дословно, клидака – это жидкость, которая находится в желудке. Клидака является слизью, одним из компонентов желудочного сока. Слизь выполняет защитную функцию. Мукус защищает стенку желудка от химических агрессивных факторов. Основным агрессивным фактором в желудке является еще один компонент желудочного сока – это соляная кислота. Таким образом, увеличенная клидака. Свидетельствует о том, что работает защитный механизм, направленный на сохранение стенки желудка от обильного выделения соляной кислоты. О том, что использование защитных механизмов, которые приводят к защитной стенки желудочного сока от химических агрессивных факторов. Все, что мы видели до этого, а именно состояние меридианов, а именно сочетанность того, что человек принадлежит к питотипу конституции, а также жалобы пациентки. Можем сделать уверенное заключение, что у данной пациентки есть проблемы в желудке. И можем предположить, что это проявление либо гастрита, либо язвенной болезни желудка, то есть какого-то воспалительного процесса. И скорее всего с гиперпродукцией соляной кислоты. Также давайте обратим внимание на то, что субдоши по ваттадоши, такая как вьяна субдоши, также находятся в незначительном состоянии напряжения. But pay attention to the second subdosha that feels tension. It is not such expressed tension as we had in Klydaka, but Vyana Vata Subdosha also is in the red zone. Vyana Subdosha is concentrated in the heart. И в целом передает кинетическую энергию крови, которую сердце выбрасывает в сосуды. And sends the kinetic energy of the blood that heart sends into vessels. И в целом отвечает за состояние сосудистой системы. And it is responsible for the stage of vessels. Можно сказать, осуществляет контроль за регуляцией артериального давления. So, we may say it controls our blood pressure. Таким образом, обнаружены нами изменения во вкладке меридианы. So, you remember, we saw some changes in the meridians tab. А именно, изменения восьмого и девятого меридианов. Changes in the meridians number 8 and number 9. А также напряжение по Vyana Vata Subdosha. Оправдывает наши мысли о нарушении регуляции артериального давления. Again, says us about disorders in blood pressure regulation. Следующая вкладка. Это вкладка Нидана Тхату. The next step is Нидан Тхату. Оцениваем состояние тканей. Here we estimate the current state of tissues. И также в первую очередь обращаем внимание на состояние ткани, которое находится в состоянии напряжения. First of all, every time you examine your patient, look at those thatu that are in the red zone. It means they have tension of energy. Рак Татхату находится в выраженном состоянии напряжения. Рак Татхата feels expressed tension. Что свидетельствует о наличии воспалительного процесса. It means here is some inflammatory process. В первую очередь думаем об изменениях в желудке. First of all, you remember, we were thinking over the stomach disorders. Обратим внимание, что также и Астхи Тхату находится в состоянии напряжения. But by the way, Астхи Тхату also feels tension. Астхи – это ткань, которая характеризует состояние костной и хрящевой системы. Астхи is connected to our bones. Мы помним, что перед нами женщина, 60 лет. Bones and joints. В этот возрастной период произошла уже гормональная перестройка. She has already had some changes in her hormonal metabolism. Уровень эстрогенов снижен. Женских половых гормонов эстрогенов снижен. The level of estrogen female hormones is quite low. Нужно сказать, что эстрогены являются защитным механизмом в организме женщин от многих заболеваний. You know, estrogen is some kind of protective mechanism for different diseases and disorders in female organisms. Прежде всего, они обеспечивают нормальное поступление и усвоение кальция костной тканью. First of all, we are responsible for getting calcium and for bones to take all this calcium. Что обеспечивает прочность костей. Due to this, we have good strong bones. Но, учитывая возрастные показатели. But, don't forget about the age. И, наблюдая напряжение по астхитхату. Мы можем предположить, что у женщины есть нарушение кальциевого обмена. Что может проявиться остеопорозом. Данное состояние характерно для женщин в периоде постменопаузы. It's quite common case for all elderly women. Зная это, в дальнейшем дадим соответствующие рекомендации. Now we know it and we may give some recommendations for this person. But, before giving recommendations, let's go through some other tabs. Где происходит оценка пяти элементов стихий. You may see puncha map have good tab on your screen. And here we estimate five basic elements. Мы видим, что преобладает стихия огня. Here is the main is fire. Однако, в напряжении находится и стихия воздуха. But, at the same time, you see the column of air is also high. Это довольно интересная ситуация, которая говорит о том, что воздух раздувляет огонь. Такое сочетание свидетельствует о выраженности возбудимости. Для представителей питотипа очень характерно повышенное возбуждение и, в целом, раздражительность. And these states of expressed excitement or maybe being close to irritation all the time, such states, they are quite common for people of pita-type constitution. Можем сразу порекомендовать данной пациентке. And we may recommend this person. Седативные препараты. To use some sedative medicals. Повышенная продукция соляной кислоты и как проявление язвенного процесса может быть следствием повышенной стрессированности. Overproduction of hydrochloric acid. Может быть, как следствие повышенной стрессированности. Maybe a result of being in stress all the time. В качестве седации мы можем предложить прием такого фито-компонента, как джатамамси. As a sedative treatment, we may recommend such an element as джатамамси. Другими словами, это горная валерьяна. Обычная валерьяна для представителей пито-типа оказывает возбуждающее действие. Горная валерьяна обладает седативным эффектом. Горная валерьяна обладает седативным эффектом. При оценке мощности энергетического поля мы видим распределение энергетики не только в целом, но и распределение энергетических потоков по системам. Estimating the power of energy field, we may see not only the total range of it, but also we may see the distribution of this common energy between all 12 systems. Нормальные показатели мощности энергетического поля должны составлять приблизительно 100%. В данном случае мы наблюдаем снижение мощности энергетического поля примерно на четверть. Here we may see that it is in decreased state. Однако при распределении энергетических потоков по системам. But you see how the energy flow is distributed between all the systems. Мы видим преобладание мощности энергетики со стороны желудка и тонкой кишки. The most of the energy we may find in the stomach system and in the small intestine system. Everything that we analyzed before in this assessment. Напряжение по меридиану желудка. Let's go through it quickly. A tension in the meridian of the stomach. Напряжение кледака капха. Tension of кледака капха. Tension of кледака капха. Напряжение рак татхату. Tension of рак татхату. Сочетанность питотипа конституции. At the same time, питотип конституции. И увеличение энергетических потоков со стороны желудочно-кишечного тракта. And increased energy level on the gastrointestinal tract. Подтверждают наши предположения о патологии функциональной активности желудка, что, скорее всего, выражается в язвенном процессе либо гастрите. All above mentioned tells us about some disorders of gastrointestinal character and it may be some kind of pepticus disorder, for example. Тонкая кишка. Small intestine. Это следующий отдел, в который переходит желудок. Анатомический отдел, в который переходит желудок. Is the next after the stomach division. И в целом все органы пищеварительной системы. And all organs of our digestive system. Имеют тесную анатомо-физиологические отношения. Have a very tight physiological combination. Это функциональное взаимодействие. They have a tight functional combination. Это общность системы кровоснабжения и иннервации. They have a common system of innervation and common system of blood circulation. Поэтому увеличение энергетических ресурсов со стороны тонкой кишки. That's why high value here on small intestine. В сочетании с увеличением энергетики в желудке. In combination with high energy on the stomach. Говорит о вовлечении в процесс. Tells us about. Не только желудка, но и тонкой кишки. The involvement in the process not only with stomach, but also small intestine. Следующая вкладка это вкладка статистика. The next step is statistics. Где отображены все показатели временного спектрального анализа. Here you may see all the indexes of temporal and spectral analysis. И индексы Боярского. And by the way here are also indices by Professor Boevsky. Которые мы видели во вкладке спектр и гистограмма. You have already seen them in the spectrum and histogram tabs. На основании этих индексов программа выносит заключение. On the base of these indexes, the software calculates a conclusion. Где дает характеристику адаптационным возможностям. And here is an estimation of adaptation of resources level. Оценивает механизмы регуляции физиологических функций. Estimation of regulatory mechanisms of physiological functions. Характеристика стресс-индекса. Current state of stress level, stress index exactly. А также отображает те функциональные системы, которые находятся либо в состоянии энергетического истощения. And also you may see here those physiological systems that are in tension. Or Либо в состоянии напряжения. In some depletion state. После проведенной диагностики переходим в модуль рекомендации. Before this moment we were discussing a diagnostics module. Now let's go to the recommendations. Первая вкладка – это образ жизни. The first step is lifestyle recommendations. Где даны рекомендации по образу жизни, физической активности, ароматерапии и примерный режим дня для представителей питотипа конституции. Here you may see seasonal and daily activities that will be good for this person, a range of physiological exercises to choose to do, some recommendations on aromatherapy and a common recommended regime of the day for the person of the pita-type constitution. Можно сказать, что любое лечение начинается с установления правильного режима и диеты. I cannot but say that each healing should begin with a good proper regime of a day and diet. Если пациент не выполняет предписанный ему режим и диету, лечение будет неэффективным. If the patient doesn't follow recommended regime and diet, our treatment will be not effective. Следующая рекомендация – вкладка «фита». Следующая рекомендация – вкладка «фита». Где мы, учитывая тип конституции, пита-тип конституции, задаем конкретную нозологическую проблему, а именно это патология желудочно-кишечного тракта, выбираем гастрит или язвенную болезнь. We know about our patient that she has some disorder on the stomach system and we know that she is a pita-type constitution person. So, here you may see a mesological system filter. So, choose here digestive system disease and choose peptic ulcer, for example. Выбираем из данной вкладки травы с западной номенклатуры. Мы видим, что некоторые травы программа выделяет жирным шрифтом. Это является подсказкой, из каких конкретно трав мы, какие травы конкретно мы будем рекомендовать при данной нозологии. Общий принцип составления фитоконструктора. Выделяют три компонента. Первый из них мы... Это та трава, то растение, которое влияет на причину, в данном случае на гиперпродукцию соляной кислоты. Второй компонент называется царь. Это то растение, которое влияет на конституцию, в данном случае на пита-конституцию. Третий компонент называется царица. Третий компонент называется царица. То растение, которое влияет на огонь пищеварения. Таким образом, из представленных жирным шрифтом растений мы выбираем в качестве воина лопух. В качестве царя мы выбираем алтей. И в качестве царицы мы выбираем солодку. Воина берется 50% от состава. Царя 25% и царицы 25%. Полученную смесь заваривают и настаивают в объеме 300 мл. Которые принимаются равноверно в течение дня. В течение двух-трех недель. Следующая вкладка – это вкладка «Арома». В этой вкладке мы выбираем проявление психоэмоционального расстройства, в данном случае раздражительность. Также программа подбирает нам конкретные ароматы и выделяет их жирным шрифтом. Выбрав необходимое, данный аромат появляется в нижнем окне с точным указанием его применения. Следующая вкладка – это вкладка «Бады». Из представленных компаний БАДов мы выбрали компанию «Веда Херпс». Опять же, указывая проблема, связанная с патологией желудочно-кишечного тракта, выбираем конкретную нозологию. Продукция компания «Веда Херпс» – это продукция аюрведических препаратов. Из представленных препаратов, выделенных жирным шрифтом, можем рекомендовать такие препараты, как «Редупита», которые непосредственно влияют на проявление пита типа конституции и борются с проявлениями язвенной болезни. А также это препарат «Ацикол», который понижает кислотность. Эти препараты назначают циклом на 108 дней. Так как при обследовании данной пациентки мы выявили патологию кальциевого обмена. Мы также, задав нужную нозологическую проблему, патологию костной системы. Можем порекомендовать такой препарат, как «Превал Пришти». Который способствует лучшей усвояемости кальция. Этот препарат рекомендуется принимать курсами 2 недели на убывающую луну. This treatment should be taken during 2 weeks. Then the waxing gibbles. На убывающую луну 2 недели перерыв. When you will have to make a break during the old moon. Такой курс нужно повторить 3 раза. And you should repeat this curse 3 times. 3 месяца общий перерыв и курс повторяется. Следующая вкладка – это вкладка «Диета». Задав нужную нозологическую форму, в соответствии с питотипом конституции, программа подбирает необходимые продукты и некоторые, как мы видим, выделяют жирным шрифтом. Продукты, выделенные жирным шрифтом, рекомендуются к регулярному употреблению. Но это не означает, что нужно употреблять только эти продукты. Можно употреблять продукты, которые в целом выделены в зеленом и желтом столбике, а на продукты, выделенные жирным шрифтом, сделать особый упор. В целом на этом клинический разбор заканчивается и формируется заключение. В заключение мы можем поместить те непосредственные травы, ароматы, БАДы, которые мы конкретно рекомендуем данному пациенту. Нужно сказать, что из общих рекомендаций мы посоветуем данной пациентке пройти морфологическое обследование, а именно провести анализ ФГС. Рекомендации, которые касаются массажа, рекомендации по связанной с китайской медициной в рамках нашего вебинара мы не разбираем. Данные рекомендации будут озвучены на следующем вебинаре, который состоится 27 октября. Большое спасибо всем за внимание. You may see in our public chat a link to the webinar of Сергей Косинцев. Thank you very much for your attention. And now let's go to questions. I see here are some questions in the question list. Compare earlobe sensor and wrist stuff also the earlobe sensor. Thank you for your question. Сравните чувствительность на ухе прищепки и того, что мы надеваем на запястье. Какова точность ушной прищепки? Оксиметр медицин. Для диагностики можно использовать как данные, снятые оксиметром данной ушной прищепки, так и электроды, которые накладываются на руки. You know, it is, they are two different ways of getting information. And you may use both. But talking about the accuracy of each of them, we should say that it is about pulse wave. And it's the core idea. You know, pulse wave that we measure on the earlobe, it's only the result. And our heart, it beats and sends these impulses. And the initial moment that we measure with our electrodes on the wrist is exactly about our electrocardiogram and our heart beating. So, it is initial. That's why the accuracy of our wrist electrodes will be higher. Because it's initial heat and our pulse wave on the earlobe is the result. Okay, the next question. I see the meridian scores change around quite a bit daily for the same person. Я вижу, что значения меридиана меняются довольно сильно у человека в течение дня, как по крайней мере. Это естественно, потому что в течение дня активность меридианов в соответствии с биологическими ритмами меняется. Но тот меридиан, который характеризует конкретную проблему, он, как правило, остается задействованным. Единственное, что он может переходить в две крайности, либо быть в состоянии выраженного напряжения, либо переходить в состояние истощения. Да, это очень натурально, потому что у нас есть разные биоритмы. И, по-моему, мы будем launchать новое модуль приводить к биоритмам, но, как и все-таки, если у вас есть проблемы, что у вас есть, то не будет ничего. И будет остаться от сцены до сцены. The only moment here to mention is that it may be in a high position or in a low position. I mean the meridian of a disorder. It may change the level of energy during the day, but you will see some disturbances anyway. The next one. I think EAV might be more consistent. I'm sorry, what do you mean by EAV? Richard, may you write it in detail, please? I'm not sure what do you mean. While Richard is writing for us what is the EAV, we'll answer the next question and then we'll go back to it. Susan Taylor. Apparently in the morning before you start the day, oh, you're answering Richard, okay. Because the next question of Richard was, is there a range of times when it is considered the best time to assess? Yes, exactly, Richard, Susan answered you in the correct way, so the best time for measuring on VedaPulse is the first part of the day, morning hours, after having a meal, but it should be at least one hour after having a meal and not just after physical exercises. When can we get the aroma and help advice? On our VedaPulse I don't have this part. Когда мы можем получить совет по арома и правом вкладке, у нас в VedaPulse нет этой вкладки. Значит, надо приобрести эту вкладку? Вы можете приобрести эту вкладку и у вас будут эти модули дополнительно приобрести. Давайте вернемся на вкладку с рекомендациями. Что значение значат эти вот вкладку циферки? Любые рекомендации. Угу. Просто рекомендации. Я не могу. Угу. Сейчас. Эти цифры – это рейтинг индивидуальной значимости. В данном случае БАДА, биологически активной добавки для данного конкретного пациента. Это рейтинг индивидуальная значения. of each element in this particular case it will be about supplements so all the list of supplements was estimated by the software algorithms according to the data of assessment and these algorithms recalculated all these data and chose the best for this particular constitution for this particular person at the moment so the higher indexes the more influences the higher is the better почему but why is the suitable higher? почему вот здесь выше цифры в жёлтом списке, хотя и не в зелёном нельзя сравнивать значимость цифр двух столбиков идеального и оптимального соответствия это показатели внутри столбика you should never compare between the ideal list and the optimal list because the range is given the rating is given through the one list so we took the ideal match and recalculated everything inside then we took optimal and recalculated нет, те препараты, которые попадают в зелёный столбик они идеально соответствуют по данному типу конституции but anyway everything that you see in the green list in the ideal match is always better than optimal match because it is perfectly for your current constitution thank you dear colleagues so we cannot see any reply from richard what is about eav Yeah, we need to check who can even explain the content of these questions suggesting the content of these rather sharing and counting the factors that you get to the definition behind the nat VP Oh, okay in a public chat Thank you, just a second Foi я сейчас somethin ashed Sorry for the lack of explanation The statement was in regard to the question about its multiple Codex Электроакупанкция, according to VOIL, so these devices are in common use. It measures different aspects than the VEP, with accuracy meridians as the main focus. I find the two tools are complementary, and the AIV methods can more easily guide me. For example, 5-1-1-1, утверждение было о том, что есть разные способы снятия показаний. AIV – это электроакупунктурная диагностика по VOLUM, по FOLUM. Эти устройства довольно похожи, имеют много общего и меряют разные по акупунктурным меридианам. Как главная идея, на которой фокусируется устройство, и мне кажется, что эти два инструмента взаимодополняющие, и методы этого FOLUM мне помогают больше, например, в частности, оценке пяти элементов для лечения. Это вопрос или это… Ну, как прокомментировать надо, что мы знаем вам, как вы сказали, или что. Что вы знаете, прямо скажите. Ну, ради Бога, то есть можно дополнять… Покупить? Ну, это… Привет, Анна. Уйдите. Вы знаете. Нет. Уйдите, как оборудование. Уйдите. Мы описываются. Уйдите машины и сериаловы. Уйдите. Уйдите. Роб говорит, что это некорректное по коже. Метод пульсовой диагностики, конечно, является более значимым и более достоверным. Субтитры сделал DimaTorzok